Давайте поехали. Расскажите о себе, пожалуйста. Рядыков Олег Евгеньевич. В миру известен как под ником или под прозвищем лекарь. Представляю город Индис, Сардовской области. Лекарь спас студия. Школа ладного массажа. Школа банных технологий. Школа мануарных и здравоохранительных технологий. Это то, что нам удалось создать на сегодняшний день. То, что работает. Преподавательской деятельности семиоздоровительных технологий проводим на территории России, Украины. Участность в Киеве с компанией Успар Украины. Александр Марченко, Боров. Центр Копралова, город Киев. И Центр Медицинских, Центр Семейного Здоровья. Медицинский Центр Семейного Здоровья. Большую часть времени мы занимаемся детками-инвалидами. Нарушение ракомно-биктивного аппарата. Дети с детскими церебральными параличами. В данный момент, в стадии достраивания, доделывания, в стадии предоткрытия здравоохранительных центров для детей, где будут присутствовать наконец-то банки. Потому что прошедшие 11-13 лет, в основном, это была система выздоровления с учетом высоких температур, с использованием высоких температур. Ну, условно высоких для детей, конечно, мы это понимаем. То есть баню. Использую баню. Баню использую технологии аюрведы. Потому что мне во всем помогает большую часть моей жизни. Моя супруга Рябикова Галина Григорьевна. Профессиональный инвестор-реабилитолог. Педиатр, кератолог. Доктор аюрведической медицины. И где папа? Ну, использую. То есть правы, какие можно, какие понимаем. И технологии. Технологии остеопатии привели в тепловой режим. Артикуляции лекаря, которые рассказывают. И жёсткая часть, конечно, это одна из основных. Это технику вестеральной коррекции в условиях высоких температур. Именно в условиях русской коррекции. То есть русская баня, это как один из инструментов, да? Это как один из инструментов. Да, как один из инструментов. Мы используем большое количество натуральных масел. Которые берём из Индии, из Киргизии. Готовим эти масла. И травы, это индийские препараты. И травы, которые происходят на территории России. Центральные части, Башкирии, Ялтар. То есть баня, она кроме профилактических, оздоровительных каких-то процедур, она и как лечебная, да, может быть? Именно, именно как лечебная. Да, она позволяет делать некоторые моменты, которые практически невозможно сделать без теплового режима. Допустим, усиление, проникновение тех же самых масел при нанесении известной температуры, ну, известных процедур и по юридическому лицу. Ну, вот. Спасибо большое. Как можно. Спасибо большое. Спасибо за вашу работу. Спасибо. Спасибо.